Ммм, я знаю, что ты фанат маминого пирога с рисками, но пирог с улитками её настоящая специальность. Ты просто немного сомневаешься. Фриск, только не говори мне, что ты придирчивый. Разве ты не тот же самый ребёнок, который ел настоящий мусор в прямом эфире? Замолчи. Извини, ты что? И это без какого-либо костюма. Вам это кажется жульничеством. А для чего мне наряжаться как потустороннее существо, если я и так одно из них, а? Кроме того, октябрь единственный месяц в году, когда я не чувствую себя неудобно из-за своей странности. Тебе нужно меня понять. Посмотри, к примеру, на Санса. Этот скиллет жёлт! И в этом году награду за призового козла получает замечтавшийся паренёк. Поздравляю, сынок! Эй, я не один из... Ммм... Пусть это исследование и казалось тупиковым, но в конце концов всё закончилось не так уж плохо, а? Я отослала души обратно Асгору и сказала семьям, что все живы. Я отправлю всех по домам завтра. Смайлик. Помогите! Кто-нибудь! Ещё один проснулся? Этого не может быть! Все субъекты проснулись уже давно! Что? Где я? Я был на поверхности, но там были ружья! Много! И мне было больно! Так больно! Принц? Принц Азриэль? Но вы же умерли много лет назад! Эй! Успокойтесь, Ваше Величество! Знаю, вы наверняка сбиты с толку! Где моя мама и папа? Где я и кто вы? Я доктор Альфис, королевский учёный! Не волнуйтесь, я не причиню вам бреда! Да ладно, доктор! Мы оба знаем, что это полная чушь! А чём ты? Я не... Ты сделала это со мной! Ты посеяла меня! Пожалуйста, мне жаль! Я не хотела, чтобы это приехало! А что посеешь, то и пожнёшь! Агняш! Видишь, люди тоже их едят! Я не знаю, почему ты так боишься улиток! Тебе снится один и тот же кошмар уже целую неделю! А, боже, что случается, когда смотришь Акиру перед сном! Это не смешно! Азди не собирается тебя убивать, Ал! У тебя дурная привычка думать, что все хотят причинить тебе вред! Помнишь, Мальга, что-то там? Аль Магаметов? Они злились на тебя, когда ты их выпустила? Нет! Так какого чёрта принцу Пушистику злиться на тебя? Он должен быть просто счастлив, что снова стал самим собой! Эх, ты права! Права! Может, мне просто нужно переговорить с ним об этом? Ага! Следующий же раз, когда я встречу Азриэля, я скажу все прямо! Мама, страх не сможет мне помешать! Именно это я и хотела услышать! Немного храбрости! Приветик! Аааа! Да это же Джек и Бобовый стебель! Я и не думала, что ты занимаешься спортом! Эй, меня заставили! Попытались! Впрочем, мы просто идём за вещами, которые мама случайно забыла упаковать во время переезда на поверхность! Он про приставку! Спасательная операция, а? Славно! И пока вы не ушли... Стоп! Эй, эй, эй! Альфис просто не терпится у тебя кое-что спросить! Хорошо! Что за вопрос? Нуууууу... Смотрите туда! М-м? Это... нормально? Типа... Эббот не какой-то активный вулкан, верно? Он активный, но слишком мал, чтобы произошло внезапное извержение! И... К тому же, его энергия перерабатывалась для использования в подземелье! Не, наверное это пыль от обрушения, или взорвался газовый карман, или может ядро неисправно? Вот же срой. Неисправно? Оно типа перегревается или что-то вроде? У этого может быть разное проявление и причина. В смысле, небольшой дефект может привести к ужасной катастрофе. И говоря ужасной, ты имеешь ввиду? Типа, взрывающую гору ужасную. Но ты же сможешь его починить, верно? Абсолютно верно. Чёрт, как у тебя вообще получилось пережить падение с такой высоты? С помощью переката прямо перед ударом о землю. Здесь кто-то есть. Тут, внизу? Почему здесь всё ещё кто-то есть? Просто чудесно. Но это ерунда. Ерунда. Мы разделимся на пары. Одни найдут оставшихся монстров и отведут их в безопасные места. А другие пойдут в лабораторию, чтобы забрать снаряжение и чертежи. Я пойду с тобой. Дор... Эм... В этом нет необходимости. Я хорошо помню расположение коридоров ядра, а мы не можем позволить себе заблудиться. С чего это я могу заблудиться в ядре? Хм... Позвони, если будут какие-то проблемы, ладно? Ладно. Да что вообще сейчас может пойти не так? Будь, блин, увереннее в себе, ау! И поговори с принцем! Не молчи! Возьми инициативу на себя! Я никогда не видела, чтобы кто-нибудь кроме лодочника использовал лодку. Ты поднахватаешься паре вещиц у других, если проведёшь с ними достаточно времени. Ну... Эм... А в чём ещё ты поднахватался? Эм... Я пытался колдовать несколько месяцев назад. Колдовать? Так ты всё-таки на это способен! Удивительно! У меня было несколько гипотез касательно твоих магических способностей, учитывающих твоё прошлое, но... Ого! Учитывая моё прошлое, это не должно было меня удивлять. Ага, сыр... Ань! В смысле, это что-то, верно? А ты как? У меня всё просто восхитительно! Тем временем... Ах, какой чудесный звук! Может, он усладит мои чувства снова... А-а-а-а... Почему ты всё ещё здесь? Пардон, что я что? Барьер уже год как открыт! Вы вольны покинуть подземелье! Что я вижу? Ох, я знаю, что он открыт. Но вы же не думайте, что мы просто оставим здесь всё и отправимся на неизвестную территорию. Это страшные перемены. Это страшно даже оставаться здесь. Грилби ушёл, так что нет тех старых добрых бургеров. Дрейки ушли, так что нет больше утренней газеты. С тех пор, как Джимми ушёл, осталось слишком много неотправленного льда... Ха! Возможно, поэтому оно начало действовать. Для вашей же безопасности. Не покидайте свой дом! Хей! Кто из вас хорош в толкании льдоводу? Эм... Вы повторили предыдущую просьбу и извинились за дверь. Это же никак не связано с частым отключением электроэнергии и аномальной жарой, не так ли? Времена меняются. Что ж... Дом, милый дом. Как-то жутко здесь. Ты так думаешь? Он чище, чем я помню. Неважно, чертежей здесь нет. Возможно, мы найдём их внизу. Возможно? Я сказала, возможно? Ты... эм... в порядке? У меня плохие воспоминания об этом месте. Давай отвлечёмся, пожалуйста. О, ладно. Эм... Эм... Ты смотрел аниме? Тупец, он же не... Я и Фриск смотрели какое-то с роботом. Великий Металл Востока? Ага, это... И про девчонку с кошачьими ушами. Ты смотрел Мяу-Мяу-Милашка-Целовашка? Обе части. Они были правы. Вторая часть визуально лучше, но сюжет не так хорош, как в первой. Наконец, кто-то понял это? Спасибо! Так или иначе, чертежи должны быть в моих документах рядом с РШ-экстрактором. Повезло, что они хорошо иллюстрированы. Ты не можешь прочитать свой собственный почерк? А? О нет, я их не чертила. Это работа предыдущего придворного ученого. Предыдущего? Я не знал, что был кто-то до тебя. Я тоже. Не думаю, что кто-нибудь вообще знал. От него не осталось записей. Эти механизмы – единственное доказательство его существования. Ядро? Его разработка. Я просто его запустила и поддерживала работу. Экстрактор? Он уже был здесь, когда я въехала. Меня можно поблагодарить только за его эксплуатацию. А это нелегко, когда все написано на неизвестном языке.